Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева Черкесия, в студии Ярослав Чекланов. В ауле Нижняя Тиберда открыли мемориальную доску героя Российской Федерации, генерал-майору авиации Канамату Баташеву. Он погиб, выполняя свой воинский и гражданский долг, не смог остаться в стороне и принял решение бороться с нацистами в ходе специальной военной операции. Своим подвигом Канамат Баташев спас многих людей. Репортаж Корчебиджиева. Канамат Баташев окончил Ейское высшее военное авиационное училище, летал на самолетах Су-25 и на бомбардировщиках, командовал эскадрильей и полком, дослужился до генерал-майора, а также развивал авиационное движение в Ленинградской области, обучая в аэроклубе молодых пилотов летному мастерству. С началом специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской республик от вторжения националистических банформирований Украины, 62-летний летчик принял решение вернуться в военную авиацию добровольцем. Выполняя задания, Канамат Баташев совершил 35 боевых вылетов, поразив при этом более 160 наземных целей и уничтожив 20 объектов бронетехники. Установлением памятника Ленинградской области, где он работал, служил, установлением мемориальной доски названием школы его имени в Новой Теберде, название площади в городе Карачаевске. На дня будет открыт памятник в городе Черкесске на аллее героев. И сегодня вот в вашей школе. Его подвиг забыть невозможно. Мероприятие по увековечению памяти героя Канамата Баташева прошло в его родном ауле Нижняя Теберда, здании школы, в которой он учился. Родственники, друзья и односельчане с теплом в сердце вспоминали о летчике, как о человеке, не способном пройти мимо, когда нужна помощь близкому. Так и поступил наш герой. Услышав сигнал о помощи, он незамедлительно ринулся спасать своих товарищей. Любовь к малой родине Карачаев, большую родину России. Они воспитали детей в лучших горских и карачаевских семейных традициях. Ты можешь быть кем угодно, моряком, дворником, летчиком, такелажником, но ты должен быть самым лучшим. Вот как учил Канамата стать настоящим человеком его отец Кусей Лиасович. Герой, патриот, человек чести. Родина высоко ценила его поступок, присвоив звание Героя России посмертно. Карчабиджиев, Ахмад Чучаев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Нижняя Теберда. Россия пройдет новое испытание, уничтожит и разоружит неонацистов, подняв над миром знамя света, добра и справедливости. Сегодня в республике прошло очередное патриотическое мероприятие в поддержку специальной военной операции на территории Украины, ЛНР и ДНР. Как и где проходила акция, расскажет Алла Качаева. Патриотический митинг-концерт «Своих не бросаем» смело шагает по городам и районам Карачаева, Черкесии. Сегодня артисты Прикубанского районного отдела Дома культуры посвятят свои лучшие песни тем, кто выполняет важную миротворческую миссию солдатам, которые участвуют в специальной военной операции на Украине. За Россию, за президента, за наших. Около 500 жителей Прикубанского района с плакатами, флагами России и Карачаева-Черкесии прибыли на площадь имени Ленина в поселок Кавказский, чтобы принять участие в патриотической акции. Их всех, как и миллионов россиян, объединяет желание поддержать национального лидера Владимира Путина и проходящую специальную военную операцию на территории Украины ДНР и ЛНР. На ум приходит с началом всех этих печальных, ужасных событий, приходит только одно. Пусть все военные мира останутся без работы. Пусть на земле будет мир. Люди, которые о войне знают не понаслышке, они против войны. Пусть всё благополучно поскорее закончится. В великой стране крепким традициям доблести и отваги людской не страшны испытания. Где бы Россия не поднимала свой праведный меч, она всегда отстаивала право народа жить в мире и согласии. Память погибших, которые сражались с неонацистами, почтили минутой молчания. И поднимают свой план моего государства. Через новые испытания, через дым и пламя сражений вновь идут солдаты, заслонив свой народ, своих братьев и сестёр из Донбасса, круша неонацистов. А мы, жители, верим в непобедимую силу единства, говорили собравшиеся. Мы с вами, пусть не плечо в плечу, но мы поддерживаем вас мыслями и молитвами. Вам выпала сложнейшая задача – защитить неприкосновенность нашей страны и нашей традиции, традиции мира. Российский народ своих не бросает. История подтверждала это не раз. Эта акция – свидетельство того, что невозможно истребить духовное богатство и великие традиции народа. Россия, Россия, в этом слове огромней сила. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Прикубанский район. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный – 5-10 метров в секунду. Днём будут порывы до 11-14. Температура ночью 15-20, в горах до плюс 14, а днём 30-35 градусов тепла. И местами до плюс 29. Также местами чрезвычайная пожароопасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный – 5-10. Днём будут порывы до 11-14. Температура ночью 18-20, а днём 33-35 градусов тепла. Атовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте приданное для невест, постельные принадлежности, полотенца и многое другое. Скидка – 30% на всё. Наличные и безналичные расчёты, а также кредит. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б. Телефон 8-938-030-30-50. Впервые в СКФО. Международная выставка Минводы Агрос 14 по 16 сентября. Приглашаем всех аграриев Северного Кавказа. На одной площадке более 150 производителей и поставщиков. Десятки образцов сельхозтехники, агрохимия, ветпрепараты, корма. Выставочный центр Минводы Экспо. 14 и 16 сентября. Получите бесплатный билет на выставку на минводыагро.рф. 12+. Продолжаем выпуск. С 4 по 15 сентября в Крачево-Черкесии пройдут сборы лётного состава авиации МЧС. Участники планируют отработку авиационно-спасательных технологий по действиям над водой поверхностью в районе Кубанского водохранилища и озера Малое с привлечением вертолётов. МЧС обращается к гражданам с просьбой сохранить спокойствие. Данные полёты тренировочные сборы помогут улучшить навыки лётного состава и спасателей при выполнении спасательных работ на воде. Прошедший в Крачево-Черкесии открытый чат с главой республики включил большое количество вопросов на самые разные темы. На одни Рашид Тимрезов давал ответы сразу, по другим будут проработаны варианты для наилучшего решения тех или иных проблем. Так, жители одного из домов в Черкесске интересовались, когда им стоит ожидать переселения из здания, которое рушится день за днём. О нынешних условиях проживания людей и принятом по их вопросу решении репортаж Артур Амхце. Кого-то по утрам будят первые петухи, а в этом доме по Бутикулово-7 горожане просыпаются от кваканья земноводного из полуподвального помещения. Люди не хотят привыкать к подобным условиям жизни и постоянно обращаются за помощью в различные инстанции. Мы были здесь в конце прошлого года. С тех пор в лучшую сторону изменилось только одно – желание покинуть дом, который разваливается прямо на глазах. Нигде стёкол нету на лестничных площадках. Мы уже фанерами их забили, извините. Если бы у нас деньги были, мы бы квартиры купили бы. Уже пять лет, наверное, мы просим, чтобы на нас хотя бы внимание обратили какое-нибудь, пришли, хотя бы ремонт какой-нибудь. Нет, мы даже не знаем, мы кому платим. Душ проваливается, нельзя туда зайти, вы сами увидите. Везде сыро, везде мокро. Мы тоже люди, сколько дети, вот четыре дети. Когда дождь, невозможно, она дверь откроет, мы задыхаем. Коронавирус, коронавирус здесь, здесь надо лечить. У нас всё ржаво, всё сыплется. Тут дети вообще не могут купаться, потому что холодная вода годичная была, а горячую мы только увидели сейчас. Это была мужская душевая. Около женской нас встречает сильный напор воды из проржавевшей трубы. Горячие брызги от стены разлетаются в разные стороны на несколько метров. Само же помещение, где купаются в том числе дети, можно использовать разве что в качестве декорации к историческим фильмам о военной паре. Пол здесь скорее номинальный. Лежащие на нём большие камни не дают людям провалиться ещё глубже. Электричество, газ, вода – не все жители, но многие исправно платят за услуги. Однако, если в других домах коммуникации выглядят эстетично, в этом здании всё куда печальнее. Оголённые провода, явно не разгоревшие щитки, проходившиеся трубы и переставшие использоваться по прямому назначению кухня. Гуляющие по зданию сквозняки разгоняют по комнатам неприятные запахи. Запасных выходов давно нет. Они разрушены, а один охраняется змеёй. Люди и рады бы уехать куда-нибудь, но это единственное их жильё. Когда-то дом обслуживала управляющая организация, но спустя год пришлось искать новую. Брать на баланс никто не хочет. Слишком уж много проблем придётся решать. Здесь надо сперва вкладываться, чтобы потом была отдача. К чему большинство управляющих компаний не готовы. В конце прошлого года во время прямой линии с населением глава региона пообещал помочь людям. В прошедшем на днях открытом чате Рашид Темрезов ещё раз подтвердил, что о горожанах не забыли. Их переселение из аварийного жилья – лишь дело времени. Об этом же рассказали людям и представители Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии Черкеска. В настоящее время у нас техническое заключение уже по данному дому готово. Сейчас мы ждём сдачу второго дома на свободу 62. Как второй дом нам сдают, мы и этот дом, и порядок других домов утверждаем постановление. И до конца 2023 года процедура переселения начнётся. Впрочем, люди в этом доме живут неунывающе. Они даже на нынешние проблемы смотрят с юмором, подбадривают друг друга подобными граффити. И надеются, что в скором времени всё-таки переедут в новое, куда более комфортное и чистое жильё. Артур Махцель, Олег Малхожев, Вести Карачао-Черкесия. Спортсмен из Карачао-Черкесии Ибрагим Гачияев завоевал золотую медаль на 11-й летней спартакиаде учащихся России 2022, которая проходила в Саранске. Спортсмен боролся весовой категории 50 килограммов и выиграл золото. Чемпионат России под дзюдо Ибрагим Гачияев учится во второй школе. Черкесска тренирует его пилял Байчора. В Урупском районе прошли культурно-спортивные мероприятия, посвященные столетию республики. Одним из самых зрелищных и увлекательных состязаний стали конные скачки на ипподроме Станицы Преградной. Подробности у Алибаташева. Скорость, красота и очередная победа. Чистокровный жеребец Биг Бен уверенно лидирует на трассе 1800 метров, оставляя позади своих соперников. Владелец Ксения Акулова с восторгом встречает своего любимца и получает заслуженную награду. Был на операции зимой в Москве, да, прооперировали обе передние ноги, поэтому мы скачем, ну, как бы пробуем скакать с такими лошадьми, более такими, попроще. Но лошадь сложная, как вы видели, он выиграл скачку, еще раз кругом проехал. Ну, любимая, не знаю, что еще сказать, любимая, лучшая для нас, по крайней мере. Каждый владелец и жакей считают лучшей именно свою лошадь. А конные скачки – прекрасная возможность показать ее лучшее качество. Мухаммад Чумаев приехал из Верхней Тиберды. Приехали первый раз на скачке участвовать. Надеемся на победу. Через лет с местной породы, карачаевской. Карачаевская порода, сколько ему лет, как зовут? Пять лет, локон. Это вообще здоровый образ жизни, да. И учитывая то, что мы родились в горах, что для нас означает лошади, об этом и говорить, может, и не надо. У нас есть и свои лошади, это карачаевская лошадь, которая на самом деле сейчас является самым многочисленным вообще в России среди заводских пород. Чистокровные лошади всех возрастов, карачаевской и других пород, рысаки и находцы восхищали зрителей на протяжении шести заездов на дистанциях 1200, 1800, 2400 и 3200 метров. Каждый заезд сопровождался торжественной церемонией награждения, за которой следовал музыкальный номер. Победителями скачек стали Акбар Акбаев и жеребец по кличке Малыш, Далим Биджиев и Бигбен, Тимурлан Караев и Козырь, Мурат Тикеев и жеребец Баграт, Рамазан Гачаев и Малыш, Тимурлан Кубанов и Ураган. Им вручили кубки и денежные премии. Али Баташев, Расул Бердиев, Вести Карачева, Черкесия, Урупский район. Это все вести, а прямо сейчас смотрите музыкальное шоу «Ну-ка все вместе».